Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ирина Шухаева. Мы продолжаем говорить об основных мотивах в лирике Николая Некрасова. И сегодня мы с вами остановимся более подробно на женских образах, на образах современных Некрасову женщин, не только женщин, но и мужчин, потому что в некоторых моментах будет понятно, какую жизнь они проживали и рядом с какими господами, и к чему они стремились, и как это все происходило, и каковы были предсказания поэта. Поговорим немного снова об отношении Некрасова к самому себе, к своей музе, к тому, каким должен быть поэт, гражданин, кто должен писать для людей, как это должно выглядеть, что происходит в современном ему литературном мире, что пишут. Это немножечко такая будет затравка, потому что когда я буду вам рассказывать о значении сатиры в творчестве Некрасова, как раз буду приводить очень много примеров стихотворений, описывающих работу цензора, описывающих издательский процесс, описывающих, что и как происходило, как читала публика, как разносили газеты, какова была та жизнь тогда, и мы с вами увидим, как много похоже сегодня, и, как сказать, по ощущениям Николая Некрасова, засилье глянцевой прессы было на Руси уже в середине 19 века, и никак не является это сегодня прям уникальной, отличительной чертой нашего дня. Ничего подобного, все это уже было, как обсуждались скандалы, высмеивались звезды, как вышучивались авторитеты, как распространялась клевета, все происходило точно так же. Поэтому мы говорим, что лирика Некрасова сегодня актуальна, современна и народна, потому что она призывает, даже не призывает, она передает ту любовь автора, с которой это все было описано. Да, это так, да, это больно, да, это трудно, да, это грязно, но это мое, это мои люди, это моя страна, нужно искать выходы, нужно становиться лучше, чище, нельзя спать, нельзя гоняться только за деньгами, нужно думать о тех трудных сторонах жизни, которые Николай Некрасов и его муза, которая в его время, можно сказать, существовала как такое просто отдельное существо, потому что во всех доносах цензоров речь шла в основном о музе Николая Некрасова, которая продолжала сочувствовать бедным, призывать к революции и вообще активничать в своей гражданской позиции. То есть, в общем, как будто музу можно было отдельно от Некрасова арестовать, обуздать и попросить писать о чем-нибудь более приличном, чем о страдании стариков, старух, детей, женщин, ремесленников, банкиров. Он сам говорил, что я умею в жизни во всем видеть драму, и на самом деле он блестяще драматичен и потрясающий сюжетен во многих своих стихотворениях. Те несколько стихотворений, которые я вам успею сегодня немножко почитать и посвященных его великим современникам, можно спокойно заучивать как биографию, все понятно, и основной перечень заслуг, и основные события в жизни. Итак, продолжаем дальше знакомиться с основными мотивами лирики Некрасова и его лирическими героями. Для начала приведу вам высказывание самого Некрасова из его знаменитой работы «Русские второстепенные поэты». Отдельно стихов выходит очень мало. Лучшие журналы наши вовсе не печатают стихов. Стихотворения, помещения в журналах второстепенных, большей частью тоже посредственные. И вообще очень забавно в этой статье Некрасов делает вывод, что вообще русская поэзия умирает, если уже не умерла. Очень забавно читать это сегодня, когда понимаешь, что русскую поэзию хоронили уже столько раз, что это стало некоторой доброй традицией. Каждое поколение, начиная создавать свой какой-то творческий пласт для культурной истории страны, заявляет о том, что сегодня все как никогда плохо. Спокойно, товарищи, давно уже все было и казалось плохо, а на самом деле все нормально, просто так идет процесс. Итак, возвращаясь к женским образам, Николай Некрасов очень любит писать о женщинах, делая и прогнозы, и выводы. В знаменитом стихотворении «Тройка» он говорит, «Ждет тебя много попреков жестоких, дни трудовых, вечеров одиноких. Будешь ребенка больного качать, буйного мужа, домой поджидать, плакать, работать, да думать уныло, что тебе жизнь молодая сулила, чем подарила, что даст впереди бедная. Лучше вперед не гляди». И все эти выводы, обращения к молодым женщинам он делает на основании того, что много общался с женщинами-взрослыми, со старухами, с крестьянками или с пожилыми женщинами в городе, откуда он и понимает, что у радующихся жизни молодых девушек, в общем-то, ничего веселого впереди нет. Знаменитое стихотворение Некрасова «Арина, мать солдатская», по воспоминаниям его сестры, написанное, ну как теперь говорят, основано на реальных событиях. И когда Николай Некрасов работал над этим стихотворением, он несколько раз специально ходил в деревню к этой Арине, чтобы не потерять никаких деталей, чтобы правильно передать глубину ее горя. Потому что вот этот контраст, он постоянно идет, что мало того, что плохо жить, когда все живы, но когда умирает сын, вот тогда женщина начинает понимать, насколько реально все стало плохо. Восемь лет сынка не видела, жив ли нет, не откликается, уж и свидеться не чаяла, вдруг сыночек возвращается. Вышла молодцу в бессрочные, истопила жарко банюшку, напекла блину Фаринушка, не насмотрится на Ванюшку. Да недолгие были радости, воротился сын больнехонек, ночью кашель бьет солдатика, белый плат в крови мокрехонек, говорит, поправлюсь, матушка. Да ошибся, не поправился, девять дней хворал Иванушка, на десятый день приставился. И опять молчит несчастная, не молчи, развей кручинушку, что сгубило сына милого, часть просила ты детинушка. Не любил, сударь, рассказывать он про жизнь свою военную, грех мирянам-то показывать душу богу обреченную. Говорить, гневить Всевышнего, окаянных бесов радовать, чтобы не молвить слово лишнего, на врагов не подосадовать. Немота перед кончиною подобает христианину. Знает Бог, какие тягости сокрушили силу Ванину. И дальше из стихотворения мы узнаем, что всего лишь перед самой смертью, когда вот померещилось Ванюшке облегчение, падая, произнес он, «Ваше благородие и Арина, и все читающие понимают, что забит был солдат, пришел увечным, ни в бою, нигде, а в муштрев, в беспределе армейском того времени, потеряла старуха сына». Ну, кто скажет, что, к сожалению, сегодня это не актуально, не современно и не отражает народного горя, горя матерей, потерявших своих детей, ну, наверное, вряд ли это правильно отражает. Хотя написано больше 150 лет назад. Знал Николай Некрасов женщин не только деревенских, не только крестьянских. Он прекрасно знал быт городской, быт помещичьей. И то, что страдали у него все женщины по-разному, это точно. И есть тут стихотворение у него, которое называется «Дешевая покупка» или «Петербургская драма». «Распродают имущество, барину цены по барабану, барыня торгуется, мучается, автору интересно понять, в чем дело. И вдруг, значит, только у няни глаза заслезились, вот и с преданным своим мы простились. Молвила няня, какое преданное, все это взял он за барышней нашу. Вместе весной покупали с мамашей, «Как любовались». И тут автор делает открытие, что вот оно в чем дело, вот почему, что она прощается со своими мечтами, со своим образом жизни. Девственные мысли, мечты обольстительные, там совершается торг возмутительный. Как же еще можешь сдержать торыдание? В очи твои голубые и красивые, нагло глядят торгаши неприветные, посквернены твои думы стыдливые, и проданы с торгу надежды заветные. Няня меж тем за унывные жалобы шепчет мне в ухо. Раз продали дешево, лишь до деревни доехать достало бы, что уж там будет, не жду я хорошего. Барин поди, загуляет с соседями, барыня будет одна одиноконька. День-то не весел, а ночь-то чернохонька. Рядом лисище с волками, с медведями. И автор стихотворения расчувствовался настолько, что вообще чуть ли было бы чуть-чуть еще, и он пишет, чуть денег не одолжил, а он сам торгаш. То есть образ такой, лирический герой, образ автора, он ходит туда торговать, потому что отдают дешево, но вот ему очень интересно, почему барыня так отчаянно торгуется, почему она такая печальная. Ну все понятно, это вот мамашиными усилиями, замуж была выдана, промахнулись. У Некрасова вообще очень много касаемо городской жизни, неприглядной, таких вот взаимодействий между матерью и дочерью, когда именно мать толкает дочь либо замуж куда не нужно, либо просто на распутную дорогу. И именно эти женщины вызывают у Некрасова, вот реально чувствуется сильное негодование. Так что о женщинах Некрасова писала разных, не только о крестьянках, образы, блистательные жен декабристов и тему, вот отношение Николая Некрасова к восстанию декабристов и к тому, что происходило после, мы с вами рассмотрим отдельно. И, конечно, поэму «Русские женщины» тоже разберем. Но есть еще и другая картина современности. Это сейчас я буду вам рассказывать о стихотворении балет. Обязательно найдите возможность его прочитать, потому что там очень ярко показаны те особенности лирики Некрасова, сочетающие в себе, казалось бы, несочетаемые. Есть в России еще миллионы. Стоит только на ложе взглянуть, где уселись банкирские жены. Сотня тысяч рублей, что ни грудь. В жемчуге лебединые шеи, бриллиант по ореху в ушах. В этих ложах мужчины-евреи или греки, да немцы в крестах. Нет купечества русского стужа, напугала их, что ли? Одна. От купщица, втянувшая мужа, в модный свет в билетаже видна. И дальше он рассказывает быстро Николай Некрасов историю о том, что весь Петербург обсуждает, как она закладывает украшения, валяется в ногах у ростовщика, но тем не менее выводит себя и мужа блистать в свете, настолько ей это дорого, что готова вот с бешеным волком покумиться, чтобы снова блистать. Вообще в билетаже сияло много дам и девиц красотой. Очи чудные так и сверкали, но кому же сверкали они? Доблесть, молодость, сила пленяли сердце женское в древние дни. Наши девы практичней, умнее, идеал их телец золотой, воплощенный в седом иудеи, потрясающим грязной рукой груды золота. Вот интересно, стихотворение такое многослойное, стужа, дикая стужа, значит, знать, едет в театр на премьеру, на бенефис, половина из них ничего не понимает, ни в музыке, ни в балете, ну вот, показали друг друга, причем, описывая музыку, действия на сцене, он становится таким светлым, таким сентиментальным, потом вот описывает общество так жестко, категорично, сатирично, и переходит к тому, что параллельно тому, как кто-то сидит в балете, по нужде необходимо зарабатывать копейку, и просто по образу жизни, вот в этой страшной стуже тянутся обозы крестьянские, как они идут, что они при этом поют, что они думают, и вот эти вот песенные мотивы, как альтернатива тому искусству, которое только что было описано в начале стихотворения, вот это стихотворение, очень яркий пример того, что говорят литературоведы, о Некрасове, что он позволял себе в одном стихотворении соединить и лирику, и сатиру, и гражданские мотивы, да, действительно, он высказывал вот такое, такое отношение к явлению, вот в полном объеме, то, как он это видел. Возвращаясь снова к теме старух, очень забавное стихотворение, о чем думает старуха, когда ей не спится. Они не только теряли детей, они живут у него полной жизнью в его произведениях. В позднюю ночь на досталой деревне сон непробудный царит. Только старуху столетнюю, древнюю не посетил он, не спит. Мечется по печи, охает, мается, ждет, не поют петухи. Вся-то ей долгая жизнь представляется, все-то грехи да грехи. Охте мне, часто владыку небесного я искушала грехом, нуткося с ходу, с ходу-то крестного, раз я ушла с пареньком в рощу. Вот то-то мы с молоду дурочки думаем, милости в бог, раз у соседки взяла из-под курочки пару яичек. Ох, ох! В страдную пору больной притворилась, мужа в побывку ждала. С Федей солдатиком чуть не слюбилась, с мужем под праздник спала. Охте мне, ох, угожу в преисподнюю, раз как забрили сынка. Я возроптала на благость Господнюю в пост и спила молока. То-то я грешница, то-то преступница, с горя валялась пьяна. Божия Матерь, святая заступница, вся-то я грешная, вся-то грешна. Вот насколько образ жизни старухи показан в перечислении ее грехов. Вот так они и жили. И, наверное, многие мающиеся бессонницы часто перебирают свои собственные грехи и воспоминания. Но посмотрите, каким простым, понятным языком делает это Николай Некрасов. И не случайно в своей работе о Некрасове Василий Розанов напишет, что его стихи запоминались наизусть страницами, и при этом никто не прикладывал особенных усилий. Ну, напомню вам, конечно, знаменитая в полном разгаре страда деревенская, доля ты русская, долюшка женская, вряд ли труднее сыскать. Не мудрено, что ты вянешь до времени всевыносящего русского племени, многострадальная мать. Действительно много писал Некрасов о женских страданиях, при этом, знаете, как бы не самозабвенно в этом ковыряясь, а показывая, что это та часть внутренней силы, которая действительно русским женщинам была свойственна. Ну, и как мы все сегодня думаем, еще и осталось. Пойди-ка с нашими невзгодами справься, когда муж лежит на диване. Тоже же трудно. Несколько буквально строчек успею вам привести из жизни журналов и о работе цензора, как тогда исправляли рукописи. Ужасаюсь, читая журналы, где я, где цепенеет мой ум, что ни строчка, скандалы, скандалы. Вот взгляните, мой собственный кум облечен, моралист, проповедник, циц, умолкни журнальная тварь. Он действительный статский советник. Этот чин даровал ему царь. Дальше послушайте, как исправляли тексты во времена Николая Некрасова. Так хранятся ламудрые прессы. Не всегда был, однако, я строк. Если б знали вы, как интересы я писателей бедных берег. Да, меня не коснулись упреки, чтоб платы затрутых лишал. Оставлял я страницы и строки. Только вредную мысль исключал. Если ты написал равнодушно губернатора встретил народ, исключу я три буквы. Радушно выйдет. Что же, три буквы? Не в счет. Если, скажешь, в дворянских именьях нищета ежегодно растет, речь идет о сардинских владениях, поясню. И статейка пройдет. Точно так, если страстную Лизу соблазнит русокудрый Иван, переносится действие в Пизу. И спасен многотомный роман. Незаметные эти поправки так изменят и мысли, и слог, что потом не подточишь булавки. Да, я авторов много сберег. Любовь и труд под грудами развален, куда ни глянь, предательство, вражда. И ты молчишь бездействием печален, и медленно сгораешь со стыда. И небу шлешь укор за дар счастливый. Зачем тебе венчало им оно, когда душе мечтательно пугливой, решимости бороться не дано? Тут, конечно, несколько слов еще нужно сказать, что, разбирая стихотворение Некрасова, нужно помнить о серьезных его собственных проблемах со здоровьем, и уже о такой финальной тяжелой болезни. Добавить бы, конечно, к женским образом стихотворение, посвященное его второй жене, Зине, простой девушке, которая была сильно его младше. И тем не менее, вот, все себя посвятило его, как сказать, поддержке его в его творчестве. Много стихов ей посвящено, много пишет он сам себе, превозмогая вот трудности, недуги и стараясь работать. И настолько тоже это честно, просто и искренне, что он всегда говорил, помогай же мне трудиться Зина, труд меня всегда же вытворил. Вот еще красивая картина, запиши, пока я не забыл. Да не плачу кратко, и верь надежде, смейся, пой, как пела ты весной. Повторяй друзьям моим, как прежде, каждый стих, записанный тобой. Говори, что ты довольна другом в торжестве одержанных побед. Над своим мучителем, недугом, позабыл о смерти твой поэт. Девушка была деревенская, звали ее Фекла Анисимовна Викторова. Это сам Некрасов переименовал ее в Зину. И опять же, привожу вам фрагмент о том, каким видел Некрасов образ своих современников, которые сдались и не стали бороться. «Прилично сдержан, строго важен, как бы невольно молчалив, я был бездействуя, отважен, безмолвствуя, красноречив. Являлся я живой картиной, гляди, любуйся, изучай». Это очень интересный цикл Николая Некрасова из песен о свободном слове. Практически все наши современники, все наши моральные споры, нравственные искания по поводу того, каким сегодня должен быть гражданин, о чем говорить, о чем молчать, все это уже прекрасно описал Николай Некрасов и оставил нам в помощь, чтобы мы могли как-то сверить координаты и дальше подумать. Блестящая череда портретов современников осталась в его творчестве. Это и стихотворение, посвященное Белинскому. «Наивная и страстная душа, в ком помыслы прекрасные кипели, упорствуя, волнуюсь и спеша, ты честно шел к одной высокой цели, кипел, горел, и быстро ты угас». Совсем другое стихотворение было написано на смерть Шевченко. «Все он изведал, тюрьму петербургскую, справки, допросы, жандармов любезности, все, и раздольную степь Оренбургскую, и ее крепость в нужде, в неизвестности, там, оскорбляемым каждым невеждою, жил он солдатом с солдатами жалкими, мог умереть он, конечно, под палками, может, и жил-то он этой надеждою, показывая вот характер каждых разных людей». И тоже знаменитое его стихотворение «Памяти Добролюбова» «Суров ты был, ты в молодые годы, умел рассудку страсти подчинять, учил ты жить для славы, для свободы, но более учил ты умирать. Сознательно мирские наслаждения ты отвергал, ты чистоту хранил, ты жаждей сердца не дал утоления, как женщину ты родину любил. Свои труды, надежды, помышления ты отдал ей, ты честные сердца ей покорял, взывая к жизни новый и светлый рай, и первый для венца, готовил ты, любовница суровой». Вот мы говорили уже о том, что понятие народности, особенно для русской литературы, обязательно включает любовь к родине. И вот такая небольшая галерея современников, есть еще стихи, посвященные Салтыкову, Щедрину и многим другим, отношение к самому Некрасову у современников было очень разным. Он был слишком успешен как издатель, он был очень талантлив как писатель, многим хотелось видеть в нем только редактора и издателя, он прекрасно при этом писал сам. Личность сложная, противоречивая, с условными моментами нравственности, когда вот жил он долго с Авдотьей Панаевой, мы поговорим об этом, когда будем говорить о прозе, они много писали вместе романов, поддерживая журналы. Он был общественным деятелем, он выдерживал атаки на современник и потом на отечественные записки. И тем не менее, вот о лучших людях он оставил такие прекрасные поэтические портреты, но что в этом цикле у нас с вами не будет отдельной программы о современниках Николая Некрасова. Вот немножко посмотрите, все стихотворения они названы, какая колоритная картина жизни. И еще успеваю вам немножко рассказать, это то, что очень любил Николай Некрасов детей крестьянских, много написал для них и о них произведений, говорил, в них столько детских глазах, в них столько покоя, свободы и ласки, в них столько святой доброты, я детского глаза люблю выражение, его я узнаю всегда, я замер, коснулась души умиления. И много описывая, как живут дети, и желая им сохранить вот эту поэзию детства в трудной жизни, хочу закончить программу, это мы все знаем, да, откуда дровишки из лесу вестима, вот такой известный фрагмент, но давайте почитаем чуть-чуть дальше. На эту картину так солнце светило, ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было, как будто бы в детский я театр попал, но мальчик был мальчик, живой, настоящий, и дровни, и хворост, и пегонький конь, и снег до окошек деревни лежащий, и зимнего солнца холодный огонь, все-все настоящее русское было, с клеймом нелюдимой, мертвящей зимы, что русская душе так мучительно мило, что русские мысли вселяют в умы, те честные мысли, которым нет воли, которым нет смерти, дави, не дави, которых так много и злобы, и боли, в которых так много любви. Вот удивительно от сцены мальчика, который везет лошадь, Некрасов вот в нескольких строках переходит к содержанию русских мыслей о том, сколько в них много любви. Читайте Николая Некрасова. Наша программа на сегодня закончена. Всего доброго. До свидания.